На втором туре я была в паре с Ахмарал. Мы с ней, к счастью, пришли вдвоем. Сначала выбрали ее, а потом меня спасли. Я была приятно удивлена. Мне понравилось петь в дуэте, потому что чувствуется взаимопомощь. После второго тура во мне появился некий азарт к этому проекту. То есть я хочу проходить дальше, я хочу побеждать, выигрывать всех. Ну то есть я готова бороться. Сегодня я подготовила песню Хавана. Я написала куплеты сама. Надеюсь, жюри понравится. Вообще, это в оригинале песня о неком флирте между парнем и девушкой. Но я написала текст о любви к творчеству и к песням. Надеюсь, понравится. Желаю всем участникам удачи. И надеюсь, я пройду дальше. Здравствуйте. Здравствуйте. Я сегодня буду исполнять для вас песню Хавана. Но хотелось бы предупредить, что куплеты я написала сама. Текст написала. Очень старалась. И надеюсь, вам понравится. Просто хотелось бы предупредить, что там в куплетах матер-сыны слова... Я даже так подумала. Я могу слова забыть. Вот этого я ожидала. А я подумала, хотелось бы предупредить, что я вот мимо проезжала, но здесь конкурс. Тамаша, тамаша, это юмор. Удачи, Арго. Очки очень модные. Они сейчас как раз в тренде. Девушка сама модная из этого. Да. Удачи вам. Спасибо. Спасибо. То, что ты хотел, посмотри уже рядом Заворачивать назад, даже думать не надо Мы протягиваем руку половину пути Замолкаешь на секунду, но вине утих Музыка не покидает и не знаешь, что делать Майки с теломит, а следует, звук потерян Никакие вопросы и разговоры не в счет В жизни это до конца, до свадьбы не заживет На право так ты рассчитывал быть? В главных ролях, но в MP3 Да верю, я потушила, дала часть души Мама, я влюбилась, да, и это шик Халлина, унна-на All of my heart is in Халлина, унна-на He took me back to his Alina, на-на-на All of my heart is in Халлина There's something about his madness Халлина, унна-на А ты, убери подножку, осмотри Музыка наш воздух И когда не слышим ноты, будто кто-то перекрыл И сжимает сильно нашу глотку Внутри, в голове вопросы Куда топать на фронт Тыл, я пути будут от налого Закапываемые интриги Если все равно тебе, то не гни свою линию На право так ты рассчитывал быть? Ты рассчитывал быть В главных ролях, но в MP3 В MP3 Доверие моя потушила, дала часть души Часть души Мама, я влюбилась, да, и это шик Халлина, унна-на All of my heart is in Халлина, унна-на He took me back to isolена, унна-на All of my heart is in Халлина, there's something by his madness Халлина, унна-на All of my heart is in Халлина, унна-на All of my heart is in Халлина, унна-на He took me back to isolена, унна-на All of my heart is in Халлина, there's something by his madness Такой легкий лайтовый кач, да? Не напрягает, легкий масляно АРЗУМ, когда вы пришли к маме, вы пришли к маме? Опа! Что вы сказали? Я хочу. Я хочу. АРЗУМ, сколько лет? 19 лет. Какие классы? Медакадемия. Медакадемия. Молодец. Эта своя ряпова, например. Да, ряпов. Свои свои... Ряпы. Да, ряпы. Все, все. Павел Супленов. Я заметила, что Майами, кайфировке, сколько крупных машин, стояк, бомбар? Вұлажайте, нужно стояк? Вұлажайте. Возьмите, астану астану аж продуктам. Везда, вот, блядь. Алина, вы говорите. Это очень хорошо. 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 У меня вопрос, Арзун. Почему ты пришла к этому проекту? Когда раньше я писала свои песни и выпускала их, у меня никто не слушал их, и я думала, неужели это мой потолок? Я хочу идти дальше, я хочу, чтобы меня знали, я хочу продвигаться в этом, внести свой вклад в музыку. Не потому что я хочу стать популярной, я хочу просто внести свой вклад в музыку, потому что я знаю, что я могу делать то, чего никто еще не делал. Ну, в музыке именно. По крайней мере, в Кыргызстане, да? Вы со скольки лет пишите? С восьмого класса. Арзу, мне очень нравится ваша позиция сделать то, что никто еще до этого не делал, это на самом деле здорово, но для этого нужно очень много работать. А как же учеба? Да, потому что медакадемия тоже требует очень много времени, вы все-таки в будущем будете врачами, да, да бог? И будете врачом, вернее. И вот здесь как будете совмещать? У вас есть на это уже какие-то планы? Или просто сейчас у вас идет так вот, самотеком все? Ну, сейчас я совмещаю. Мне вообще ни в коем случае не мешает никак учеба, и проект никак не мешает учебе. Мне вообще учиться легко. Я люблю учиться, и мне это все дается легко. Не сглазить бы. Просто я... Вы же человек творческий, и я человек творческий. Просто когда у тебя в голове что-то назревает, допустим, вы пишете, и это же все равно не отпускает. Допустим, когда у тебя в голове какой-то текст идет, что-то назревает, какое-то вдохновение, да, вы на какой-то волне прям вот этой творческой, бешеной. А тут надо делать уроки, извините меня. И ты не можешь переключиться на уроки. Вот в этом плане как? Ну вот совсем недавно был такой случай. Ага. Как раз вот... Вы как знали прям? Вот, получается, у меня был модуль, и заодно я должна была писать текст. И я думала, как... И такая, ну... Ну, в первую очередь я выбрала проект. Я потому что, знаете, я иногда задумываюсь... Но это ни в коем случае вашим преподавателям не говорите, хорошо? А уже поздно, пока это будет. Самое главное, Арзу, во время операции вам бы в голову песня не пришла. Нет, подождите, мне интересно, как ты потом из-за этой ситуации вообще вышла? Ну, я сначала написала текст. Ага. Я сделала так, что во время написания текста это мой отдых. То есть я пишу, я учу модуль, делаю перерывы, пишу текст. Это мой отдых. И мой мозг в это время расслабляется. А потом снова учу. И как бы чередую, и так, наоборот, взаимопомощь. О, это классно. Это хорошо. Вам повезло, значит. Арзу, я хотел бы еще один вопрос вам задать, если вы позволите, да? Вопрос будет очень откровенный. И я хотел бы от вас искренности. Просто искренности, ладно? Вот вы знаете проект «Осман», который существует второй год подряд, правильно ведь? Вы, в принципе, сдружились и знаете своих коллег. Знаете, на что они способны, как кто поет и в каком жанре существует. Как вы думаете, именно в вашем жанре у вас есть шансы быть победителем на этом проекте? Я хочу быть честной. Да. Только… Скажите искренне, искренне. Я считаю, что есть. Я знаю, что я могу. Спасибо за искренность. Удачи вам. Спасибо. 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 Ну, давай. Делись своими эмоциями. Сначала я очень сильно волновалась. Я думала, я облажаюсь, я забуду слова, но, слава Богу, этого не произошло. Я просто, не знаю, влилась в эту атмосферу. Самый напряженный момент был, это когда меня расспрашивали, что да как. Я боялась что-нибудь не так сказать. Вот. Пыталась сначала думать, потом отвечать. Ну, как ты, справилась ли ты со своей задачей в исполнении этой песни? Мне кажется, да. Я, не знаю, ну, по мне, я получила кайф. Так по мне, я тоже стоял, танцевал, там, балдел. Да, вот я кайфанула, это самое главное. Самое главное, что ты кайфанула? Я получила все от сцены, от зрителей. Вот смотри, ты сейчас уже на третьем туре. В третьем туре из восьми участников пройдут только трое в полуфинал из вашей группы. Как ты думаешь, ты будешь в числе этой тройки? Я не могу быть уверенной. Ну, я не хочу говорить, да, я буду или там, нет, я вылечу. Просто будь, что будет. В любом случае, все будет так, как оно должно быть. Ну, если представим так, если вдруг ты не пройдешь дальше в следующий тур, что ты будешь делать? Я не расстроюсь, потому что это уже победа для меня. Представляете, пришли на прослушивание, там, более четырехсот человек. Тысяча. Моя официальная тебе цифра, тысяча человек. Да, тысяча. Из тысячи человек вы попали в проект. Да? Да. Тысяча, серьезно? Она в шоке. Она в шоке. Ну вот, а сейчас как бы осталось у нас совсем чуть-чуть, и для меня это уже победа. Значит, я что-то действительно умею. Вот. Я не расстроюсь, потому что, не в зависимости от победы, как бы, то, что мы уже здесь делаем, это уже нам что-то дает. Нас уже могут увидеть и услышать. Это супер. Все, это была Арзу. Мы позже узнаем, пройдешь ты в следующий тур или не пройдешь. Ну, мы держим за тебя кулачки. Наши телезрители тоже держат за тебя кулачки. Спасибо, давай, удачи. Иди, жди результатов.